География проекта Жортенбал Ларе расширяется. Мы выехали за пределы Павлодара и приехали в Экибастуз. Мы сейчас находимся в вашем салоне, это ваша обитель. Сколько процентов времени вы проводите здесь? Ну, 20-30 получается. Хотелось бы, да, уделить больше времени, но у нас учеба, родителям помогаем, за братишкой следим. Ему 10, и ему требуется постоянный уход и лечение. С таким ребенком, да, уже на работу я выйти не могу. Муж работал тогда один. Я искала пути заработка и написала объявление, что убираю квартиры. Бег-султан, Бегарес проснулся! И Орлат ходил возле меня. И я помню, мы убирали двухэтажный коттедж, и нам заплатили 5 тысяч. А потом было какое-то мероприятие, и мне нужно было привести себя, естественно, в порядок. Так как мы с Бегаресом уже, знаете, да, когда такая ситуация, в приоритете, естественно, здоровье и лечение ребенка. Каждый раз вот отказываешь, отказываешь, потом думаешь, ну, надо. Я пригласила мастера сделать мне маникюр. На дому. На дому, да. И Орлат сел рядом, он сидел, наблюдал. И получается, эти 5 тысяч, которые мы с ним вдвоем зарабатывали весь день, я отдала мастеру, который поделал у меня там полтора-два часа маникюр. И Орлату, видимо, стало жалко этих денег. И он сказал, мам, зачем, говорит, ты такие деньги будешь платить кому-то? Ну, я лучше сам тебе это сделаю, только мне надо научиться. Начинался такое хобби. Я делал маникюр тогда всем бесплатно. Такой темный уголок, стол, и мои приборы. Ну, дома, естественно, папа приходит, смотрит там. Когда у меня муж об этом узнал, естественно, он вообще в штыки это воспринял. Как это так? О, балла, какой маникюр. Ну, как бы у нас, понимаете, да, менталитет все равно, да, такой, да. Тем более у меня муж бывший военный. Папа был против, он у нас строгий человек. От нас многого желает. Хочет, чтобы мы были хорошими людьми. Адам Болова, Желтым Баларова. Мы его, когда начали искать учителя, кто бы отучил его, никто не соглашался вообще его брать. Это такая профессия, которая требует, знаете, бдительности, ответственности, потому что она связана со здоровьем. Он первое то, что взял все для стерилизации. И на то, что потом ему хватило, у него было пять лаков. Из этой ситуации он тоже по-своему не рассказывал, да. К нему, например, приходили клиенты и говорили, я хочу бордовый. Смешил? Он брал черный, красный и при ней смешивал вот такое, вот такое, да, вот. А я это все взяла в кредит. Я в кредит взяла на год. А он мне приходит через месяц 4-5 и говорит, у меня все кончилось. Я так... Когда у нас... Мы так не договаривались. Да, мы так не договаривались. Первые свои деньги я отдал именно на лечение. И тогда я понял то, что вот я полезен, я могу помочь. Он все лето, уже когда за деньги работал, мы, получается, в августе, кажется, потому что мы собирались на лечение ехать в Дистанк с Бигарызом. И он мне принес 40 тысяч. Вот. Ну, конечно, мы в шоке были. Тогда я делал по тысяче тенге. Это был 2019-й. Тебе сколько в тот момент было? В тот момент мне было... Вот когда я захотел, мне было 11. А... Но учился этому в 12. И сейчас мне уже 17 лет. Сколько лет? Ты занимаешься 5 лет, да? Уже 5 лет, да. На такой мини-библии. Честно сказать, Арулад как бы не афиширует то, чем он любит заниматься. Зайдя в класс, вы сразу даже, может быть, и не скажете, что он как-то выделяется чем-то. Он как и все остальные ученики. Но, тем не менее, это личность уже известная не только в пределах нашего города, области, страны, но и зарубежья. Никто не знал, что он занимается маникюром. Это получилось так вообще случайно. У нас урок НВП. Учитель НВП спрашивает, кто вообще кем в будущем хочет стать и чем занимается вообще сейчас. Арулад сказал, что он занимается маникюром. Мы все удивились. Сначала такие, о, ногти для пацана. Пацан ногтями занимается. А потом как-то привыкли к этому, и это нормально стало. Это бизнес хороший. Такого, как он, не знаю, я бы сказал, один на 8 миллиардов. Он единственный, который с таким характером, с таким поведением, с такими амбициями. К примеру он стал, да. То есть это вот надо встать и зарабатывать. Это надо... Тут уносливость должна быть. Уверенность в себе должна быть. Научил, он показал, что я тоже. Если бы я захотел, если бы я в раннем возрасте увлекся чем-то, углубился это максимально, любой сможет. Просто надо этого хотеть, надо этого пытаться демпеваться. Биг Султан, скажи, как ты пришел? Ты можешь параллельно работать и говорить? Да, могу. То есть, пример Аруата тебя вдохновил, да? Да. Ну, он мне предложил, я говорю, почему ему можно зарабатывать, а мне нельзя. Я сразу загорелся, говорю, давай. Я обучался. Я на тот момент просто в инстаграме читала про этого мальчика, про старшего мальчика читала. Потом привела... У нас был классный час, я привела такой пример, что вот есть такой мальчик, вот у него есть такие способности, и он встал и говорит, а это мой брат. И вот тогда... Я говорю, ну, у тебя тоже, наверное, есть какие-то способности. Вот он тогда рассказал о том, чем он занимается. Биг Султан, конечно, еще в процессе обучения, но он также и стрижки, и покраски, и женские, и мужские, и детские. Ну, нравится им, мы только рады. То, что я сейчас занимаюсь этим, это благодаря моим родителям, то, что они вложились в меня, поверили. Родителям было тяжело, потому что, не знаю, скорее всего, в их сторону больше всего шло комментариев, да, негатива, куда родители смотрят, эксплуатируют детский труд, там, такое было. Я, в принципе, к этому готов и был, ну, точнее, мне как-то без разницы. Вижу цель, не вижу прекрасный. Да, да. За плечами у Оруата победы в более чем 50 чемпионатах. Португалия, Южная Корея, Саудовская Аравия. Это неполный список стран, где работы экибастузского нейл стилиста признавали лучшими в ногтевой индустрии. В столь юном возрасте он не просто прошел по протаренному пути, а имел смелость проложить его сам от простого мастера по маникюру до судьи международного класса. Сейчас проводится чемпионат в Бразилии и 2 числа я начну судить работы. Если он вам говорил, он уже обучает. Вот это уже, это уже не его работа, это уже работа его учениц. Мне бы сказали лет 20 назад, что ты будешь ходить при маникюре вот с такой прической или еще что-то. Я бы сказала, нет, это не я. Ну, классно, если вам надо какое-то выйти, вас ваши мужчины соберут без проблем. Папа прошел на визажиста? Я его заставил. На визажиста он отучился для меня, я так как участвую. Вы готовишь образы, да? Да, 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 вы правильно поняли. Другой семейный подряд. Старшая у меня дочка, потом вот 4 сына у меня идет. 4 сыночка и лапочка-дочка. Вот даже элементарно вот, да, каждый день молоко, хлеб там вот такой вот. Это обязательно без разговоров. Потом по поводу ощущается, это очень ощущается. Что нужно взять? Сейчас домой пойдем. Хлеб возьми, молоко. Хлеб, молоко. Еще? Соль. Все хорошо, понял. Давай. Пока-пока. Пока. Где-то нужна была поддержка Орлату, а мы с мужем поддерживали Орлату. Где-то нужна была поддержка именно мне психологически, так как хейт летел. В общем, это было наше такое семейное, можно сказать, испытание, да, как бы на прочность. Я не знаю, завтра могут мои дети сказать, все, я не хочу маникюр, я пойду там, в другое направление какое-то. В любом случае, я как мама буду поддерживать любое их начинание. Поддержка родителей это самое главное, так как без без их любви, помощи, без их вот этих слов «Айна Лаен», «Балапанам» ничего не получится. А еще наши сегодняшние герои признались, порой они слышат о себе Жортен Баллара. Благодаря необычному для мальчиков увлечению об обычных братьях из Экибастуза узнали далеко за пределами Казахстана, чем не Жортен Баллара. Редактор субтитров А.Семкин